так ну и тема сегодняшнего занятия последние в этом модуле это экстенит беркли пакет фильтр достаточно короткая тема потому что тут в основном будут всякие экзампл и ковыряться по чужим экзамплом все детально разберется смысла никакого нет можно посмотреть только самое основное типовое что это за технология такая это linux специфичная технология которая была добавлена очень начала разрабатываться 2013 году и распространяться в шестнадцатом году когда попала в основную ветку linux и в основным мейнстримные дистрибутивы разработана она в экстремистской организации деятельность которые запрещена на территории российской федерации поэтому никаких ссылок не будет никого цитирования тоже не будет это все запрещено теперь законом ну и небольшая отсылка о том что такое классический беркли пакет фильтр все-таки название кстати не подразумевает что это расширение чего-то уже существующего в прошлый раз я вам уже показывал как делать простые фильтры для того чтобы фильтровать некоторый контент как работает классический беркли пакет фильтр он принимает некоторый сетевой пакет соответственно лезет в различные составляющие сетевого пакета и в зависимости от того подходит нам пакет либо не подходит он его либо принимает либо не принимает в чем особенность реализации беркли пакет фильтра особенность реализации в том что вам не приходится гонять данные между пространством ядра и пространством пользователя весь код у вас вот эта маленькая программка написаны на псевдо языке какого-то ассемблера она выполняется на самом деле в ядре и что это за код ассемблер такой это ассемблер специально для виртуальной машины которые существуют внутри ядра понятно что если вы можете загрузить какую-то произвольную программу в ядро это очень опасно поскольку ядро очень чувствительная штуковина и если вас грохается какой-то обычный пользовательский процесс то ничего страшного не происходит но грохнулся процессы грохнулся взяли перезапустили если вас что-то произошло не так в ядре то у вас как минимум нарушена целостность всей системы система скомпрометирована это очень нехорошо поэтому не любой код можно загрузить и выполнить есть такая программа название верификатор то есть прежде чем выполнить произвольную программу в ядре нужно удостовериться что эта программа действительно не приведет никаким печальным последствиям поэтому на исходный код программы накладываются дополнительные ограничения и только в том случае если программа считается безопасной с точки зрения верификатора тогда ее можно выполнять у любой программы хоть на классическом бпф хоть на экстенит бпф поэтому есть ограничение на количество инструкций чтоб программа выполнялась не очень долго во-вторых для того чтобы предотвратить долгое выполнение программы и зависание в принципе у нас запрещены джампы условные либо безусловные на инструкции которые были до этого то есть мы в принципе никак не можем реализовать никакие цикл теперь расширенный бпф да это все было про классику есть некоторый байт код который выполняется что такое экстенит бпф вроде как общая идея точно такая же как у классического бпф но при этом это совершенно другая подсистема который в том числе позволяет делать just in time компиляцию в нативный код инструкции точно также 64 битные но это совершенно другой ортокональный набор инструкций то есть вы можете скомпилировать программу сначала в байт код для и бпф дальше загрузить ядро если у вас ядро выполняется на архитектуре x64 то этот код будет транслирован в нативный машинный код насчет армов я так и не нашел информации будет ли он транслироваться или нет возможно уже сделали поддержку свежих версиях ядра ну и этот код уже дальше выполняется и в чем ключевая фича extended бпф по сравнению с классическим бпф если мы можем выполнять любой код где-то на уровне ядра то это совершенно не обязательно может быть предназначена для того чтобы фильтровать сетевые пакеты ведь в ядре есть много других со сных событий операции ввода вывода системные вызовы ну и просто выполнение каких-то программ которые можно трассировать таким образом кроме как сетевая фильтрация у нас инструмент по названием пакетный фильтр может быть пригоден для большего количества разных интересных применений какие могут быть применения но понятно что есть фильтрация сетевых пакетов кроме того вы можете выполнять анализ производительности вы можете навешивать разные дополнительные функции на уже выполняющийся код в программе причем не обязательно программу запускать это может быть что-то запущенное про засаде чего вы знаете можете навешивать разные обработчики связанные с определенными системными вызовами и не только системы вызов вообще на самом деле на любые функции внутри ядра ну и для чего это может быть использовано в том числе например для мониторинга различных системных вызов и но тут есть некоторые ограничения на тему того как вы можете их фильтровать теме есть хороший пример применения разных технологий по изоляции в том числе экстенит bpf где пакет фильтр используется для мониторинга стенных вызовов но не для их модификации фреймворк от гугла под названием nsg до google пока еще не запрещенные организации на текущий день поэтому это название употреблять можно так ну вот классическом беркли пакет фильтре вы могли написать какую-то последовательность инструкции дальше и загрузить верифицировать запустить либо вы могли написать текст на ассемблере скомпилировать соответственно в последовательности инструкции которые дальше в компилировать внутри вашей программы и запустить экстенит bpf поскольку программы сложнее могут быть на ассемблере особо много не напишешь и хочется все таки иметь возможность писать их на чем-то высокоуровневым например на языке си на языке си плюс плюс на языке раз если вы знаете язык раст в общем на любом языке который поддерживается фреймворком или львы в прошлом году вы были первокурсниками вас был курс весной под названием технологии программирования помните такой вам про или львы им что-нибудь рассказывали так но что так хорошо или львы я вам тоже покажу итак давайте рассмотрим пример совершенно бесполезный программ бесполезный потому что наша цель это скомпилировать и загрузить поэтому программа выглядит очень тривиальным образом она просто существует наша задача вот эту вот программ кстати винашный на проекте темный фон говорите будет лучше ох ну давайте попробуем чешу-шу-шу-шу-шу так лучше отключить подсветку цвету да так ладно тогда отказываемся текстовых редакторов и так вот самая дурацкая тривиальная программа который не делает ничего методически эта программа полезна тем что нам нужно иметь возможность ее хотя бы как-то загрузить верифицировать то есть прежде чем загрузить нам нужно их скомпилировать потом загрузить прогнать через верификатор убедит что программа действительно работает и если все хорошо значит мы молодцы так делается это ладно вместо емакс может против яй может цвета будут такие ужасные так теперь программа которая все это делает основана на на системном вызове который называется бипи f есть системные вызовы которые в качестве первого аргумента принимают какую-то целочисленную команду и какие-то аргументы которые могут совершенно разнообразны в зависимости от команды но примеры таких стен вызов это файл control а его control ну и вот один из них еще это системный вызов бипи f который один системный вызов имеет огромное количество всякой разной функциональности в зависимости от того что вы передадите в качестве первого аргумента соответственно него могут быть аргументы это присоединить какую-то программу загруженную какому-то событию загрузить программу ну и так далее итак вход нас есть системный вызов бипи f прокручиваем man страницу до того что сына за словом лад эта команда означает загрузить какую-то программу и программа представляется виде последовательности команд которые представляют его тоже некоторые структуры каждая команда имеет у нас так это у нас это что еще рубитное значение который свою очередь тоже может делиться на разные кусочки под названием обход команды аргумент команды и так далее это все закодирован некоторым образом и нам нужно сначала превратить какую-то произвольную программку написанную на высоко уровень языке программирования последовательности шите четырех битных инструкций которые имеют тип данных тип данных стракт bpf так это я как его терпеть не могу и чувеем вим это не вей только мне не установлен ладно видно что-нибудь ладно будем тогда пользоваться самым дурацким текстовым редактором потому что он совершенно не функциональный и так есть структура bpf инст на самом деле каждый элемент структуры это просто какое-то 8 байтное число 64 бита наша задача прочитать набор инструкций затем используя команду системный вызов bpf обратите внимание что bpf вызывается не виде bpf как это написано в мане мане у нас есть какая-то настоящий для его использования нужно использовать функцию сископ где вы еще такое встречали раньше слова futex помните так вот да вот есть некоторые системные вызовы которые честно реализованы в виде стенах вызов они имеют man страницы которые написаны сишными сигнатурами но на самом деле в стандартной си библиотеки нет поддержки некоторых стенах то есть нужно их запускать ручкой про bpf возможно тоже только на манн по bpf он очень большой его надо пролистать да все такси написано самом начале то есть может быть когда-нибудь в глипсе библиотеки после окончательной стабилизации функционала bpf все-таки добавит честную поддержку но на самом деле почему этой поддержки нет точно так же как нет поддержки для фью таксов то что фью таксы на самом деле вручную никто не использует обычно есть mutex который в свою очередь использует фью такс mutex уже реализован в стандартной библиотеке пожалуйста пользуйтесь mutex зачем вам фью такс то же самое с bpf то что я вам сейчас показываю это просто некоторые ресерч чтобы вам показать как устроено все изнутри какая на самом деле за этим кроется боль чтобы это прочувствовали больше никогда этим не пользовались и так нам нужно подготовить некоторую программу виде последовательности 64 битных инструкций затем с помощью системного вызова сис bpf и команды bpf лот прок загрузить эту программу самое ключевое здесь это подготовить тем тот набор данных той ту последовательность 4-битных инструкций которые нужно загрузить и так у нас есть некоторая программа что мы сделаем в первую очередь и так давайте посмотрим на этот слайд нам у нас есть исходник нам нужно вас конвертировать в байт код или львы который вы знаете с первого курса дальше байт код или львы может быть загружен уже в ядро с помощью механизма и bpf ну а затем ядро имеет право скомпилировать этот код машинный код и выполнять уже машинный код достаточно сложная конструкция но есть один одно маленькое преимущество что этот код и bpf он является портируемым и независимым от конкретных платформ в отличие кстати от алили в вот или львы штука не очень портируемые на самом деле это как нам превратить программу на вы скором языке программирования байт код или львы если у вас программа носили на си плюс плюс есть замечательный компилятор позвоним силанг с опцией минус химит или львы опция минусе означает нужно сгенерировать какой-то файл не доводя его до стадии компиляции до стадии готовой программ который можно запустить ну и дальше наша исходная программа и на выходе мы получаем файл bpf.bc это обычный бинарный файл который содержит байт код или львы что мы можем с тем байт кодом сделать мы можем превратить его в текстовое представление и посмотреть на нашу программу уже каким-нибудь так вот левым диск нам породил файл по названием bpf программ дот и лель который уже является текстовым они бинарным и между текстом файлом или львы и байт кодом львы и существует строгое соответствует то есть это некоторые ассемблерный код вот наша функция сам bpf программ которая что делает выделяет на стеки зачем-то 8 какой-то указатель тип чар сохраняет там что-то отбрасывает и возвращает три струбитное значение вот это вот называется функция или львы синтаксически немножко похоже вот видите сколочки фигурные на код на языке си на самом деле никакой отнеси это не структурированный язык программирования здесь нет никаких ветвлений здесь нет никаких циклов есть только набор инструкции записанные ну в чуть более человеческом виде чем программа на языке оси то же самое можете проделать с абсолютно любой программой получить некоторый текст дальше его скомпилировать обратно байт код либо сразу в машинный код почему я говорю что вот это вот представление она не совсем портируем с одной стороны у нас тут нет никаких регистров поэтому мы можем компилировать эту программу под разные архитектуры процессоров здесь вы можете использовать это виртуальный регистр от процент 2 процент 0 и так далее если у вас количество регистров на реальной машине больше либо равно чем количество виртуальных регистров то при компиляции в машинный код будет отображение на реальные регистры если у вас регистров меньше например 300 убитной архитектуры x86 но значит память у вас будет периодически использоваться на стеке тут нас полная абстракция код тем не менее не портируемый поскольку он скомпилировать данном случае силанг 11 версии компилятор десятой версии не скомпилирует компилятор силанг какой-нибудь 12 13 или что там самое последнее не факт что скомпилирует может 14 то есть в чем проблема внутреннего представления и рельве она не стандартизована и меняется от версии к версии сейчас уже конечно в меньшей степени чем по сравнению с тем что было лет пять назад но все равно никто вам не гарантирует что вот это представление хоть в текстовых и бинарном виде можно будет скомпилировать где-то еще поэтому мы про него забываем она нам не подходит и нам нужно превратить эту программу во что-то другое да как потом из бинарной программы превратить что-то вот вас есть байт код или льв м неважно текстовое представление либо бинарное но опять же если вы силангу с кормите какой-то файл который заканчивается на дот или или дот бисе то на выходе получите уже обычный объектный файл скомпилированный для текущей архитектуры либо можно сразу указать не генерируя промежуточные стадии силанг вместо и металл льв м таргет и какая-нибудь другая архитектура отличный текущий пример target bpf можно оставить и металл льв м получим то же самое либо сразу все скомпилировать в том числе можем пропустить промежуточные стадии генерации льв м байт кода скомпилировать все из исходной программы и получаем некоторые бинарный файл который можем который скомпилирован для другой архитектуры не текущая то есть у вас наверно это x86 у меня на этом конкретном компьютере это arm 64 получаем на выходе какой-то бинарный файл по названию bpf программ дат о что мы можем посмотреть но поскольку это объектный файл то мы можем посмотреть обждампом что-нибудь так обычно вот ждем там тут не поможет candy 7 for архитектура анк но он это бждамп идет из поставки джесси ну ладно или в м обждамп он в этом плане чуть более умный и у нас есть какая-то программа где-то у нас там вот есть секция текста вот текция секция текст которая содержит метку сам bpf программ которая транслируется в какие-то 8 байтные инструкции в данном случае всего три штуки это что-то там записать в регистр r1 дальше непонятно она это видимо не к не оптимизированный код поэтому он аргумент записал в r1 дальше в регистр r0 записываем значение 0 ну код возврата и exit из функции это нереальный ассемблер не ассемблер x86 не ассемблер arm ассемблер байт код виртуальной машины bpf который можно этот код можно загрузить прямо в ядро так ладно нам нужно загрузить вот эту вот последовательность команд что мы можем сделать мы можем взять вот эти значения считать их 6 4 битными константами заход за хардкодить массив из трех элементов и получить нормальный бпф программ слишком сложно да зачем такое извращение давайте все-таки немножко автоматизируем наш процесс по извлечению вот этих вот байтиков хотя бы если мы получим какой-то бинарный файл мы можем этот файл бинарный прочитать и дальше сделать что-то человеческое например считать убитых программой и загрузить так как мы можем выделить какую-то часть из объектного файла ну во первых нас тут есть разные секции давайте сделаем некоторые фильтр опция минус джей и название секции отобразить нам только секции с определенным названием то есть мы уже уменьшили количество данных и если мы команду или львым убеждам поменяем на команду или львым общ копе мы можем скопировать что-то из одного объектного файла в другой все то же самое без префикса или львым будет работать с обычными объектными файлами для вашей родной архитектуры так ну и при копировании мы можем указать формат данных в котором нам нужно сохранить определенный участок нашего бинарного файла если мы напишем binary то формат файла подразумевается обычный plain binary без всяких заголовков так binary но и выходной файл какой-нибудь и в программ пусть будет просто бим получаем на выходе файл размером 24 байта ну вроде правильно да три инструкции по 8 байт в каждой и что в себе содержит этот файл мы можем посмотреть например хекс дампом видим что-то похожее с точностью до того что хекс дамп разворачивает все слова те же самые байтики что и в диссимулированном выводе наших программ так ладно получили такую программу теперь мы можем этот файл бинарный прочитаю открыть обычным системам вызовом read прочитать определить количество инструкции три штуки дальше заполнить аргумент для системного вызова bpf и вызвать выполнить системный вызов bpf для того чтобы загрузить какую-то программу вот этим мы сейчас и займемся так тут на уже неважно силан где сессии разницы абсолютно никакой компилируем запускаем программу которая загружает за хардкоженное название файла которые мы сейчас сгенерировали и ппф программ . бен так и получаем ошибку бабах перешим от приметит потому что надо внимательно читать man страницу на bpf и тут где это прописано что нам нужно иметь некоторые capabilities под названием кепсис админ так точнее тут есть уточнение в ноутс мани что начиная с версии 4.4 ядра непривилегированные пользователи могут некоторые программы загружать без повышенных привилегий то есть я могу просто написать суду хорошая идея ввести пароль стать рутом все программа честно загрузилась программа пустая поэтому ничего не делать ничего но хотя бы никакой ошибки нас не появилась чем плох подход через судо или просто сразу стать рутом и запускаетесь под рута но это небезопасно ваша программа может выполнить все что угодно нам нужно локально поднять привилегии как это сделать вспоминаем linux capabilities нам нужно иметь к это бляди кепсис админ для того чтобы использовать системный вызов bpf для этого мы можем вызвать один раз с правами рута такую программу как сет кэп прописать требуемые права и проставляем флаги для capability сис 1 какие нужно поставить флаги давайте вспоминаем это вы уже должны знать чтобы выполнить систему вызов bpf один раз во первых он должен быть перимесив логично а еще он должен быть эффективным и имя файла на которой мы просто этого все теперь без суду запускаем все хорошо все замечательно так что означает флаги п и е давайте-ка наверно в контроле нужно повторить еще раз вопрос не все на него правильно отвечают может хоть выучить п понятно это перимесив разрешить для этого нужно а эффективность там зачем нужно и зачем нам не нужна инферитнес так ладно это вопрос на самостоятельное изучение надо добавить контроль не продублировать еще раз из прошлого так в каком ситуации у нас может пойти что-то не так несмотря наличие прав все это программы скомпилировал не трогаю я не трогаю даже файл для того чтобы него сохранились расширенные атрибуты вот это все теперь строчка хранится в расширенных атрибутах файла ппф лодор если а файл перекомпилирую или что-то с ним сделаю в расширен атрибут у меня пропадут меня будет делать операцию сетка и еще раз я немножко поиздеваюсь над исходной программой написанный на языке си и добавлю уэй где-то я не люблю на ну while true ничего не делать хорошая программа программа плохая но с формальной точки зрения это корректная программа почему она корректная потому что баланс скобочек соблюден никаких новых неизвестных имен у нас нет никакой у семантические ошибки тут с точки зрения компилятора тоже не видно хорошая программа так хорошо что такое x теперь силанг таргет bpf скомпилировать файл bpf программ датси скомпилировали после этого делаем копию bpf программ и пытаемся этот файл теперь запустить еще раз запускаем и получаем бабах бабах почему бабах еще раз вот программа которые мы скомпилировали честно и теперь на стадии загрузки bpf мы ее загрузить не можем да у нас есть цикл вайл который превращается в инструкцию jump на строчку назад году программ counter минус один поэтому здесь потенциально возможна ситуация когда программа никогда не остановится и верификатор тупо формально эту программу не разрешает нам загрузить иногда все таки в bpf программах бывает полезно иметь какие-то циклы если цикл вы никак не можете сделать но это грустно как с этим бороться на стадии компиляции есть такая опция он минус f on roll минус loops но помогает не всегда что делать опция on roll loops она старается развернуть все циклы если это возможно что значит развернуть цикл если у вас встречается какой-то цикл то компилятор при условии что цикл у вас количество итераций цикл известно на стадии компиляции делает большой код повторяя каждый раз каждую итерацию цикл вот такие программы верификатор пропустит но в данном случае нам это не не помогло потому что цикл while true он бесконечный количество итераций на стадии компиляции нам в общем случае не известно и компилятору эту оптимизацию применить не сможет так ну и естественно если мы повторим еще раз копирование повторим запуск ничего не помогает то есть просто так взять запустить произвольный код в ядре вы все равно не сможете так ну давайте сделать программу чуть более полезной например чтоб она умела что-то делать так вот чтобы сделать программу чуть более полезной вот пример программы который запускается перед запуском кода функции и что так говорит что можно самом деле использовать внутри программ который выполняется внутри ядра внутри ядра вы не можете использовать стандартную сибирь библиотеку вы не можете использовать произвольные системные вызовы вы можете использовать только какое-то ограниченное количество функций которые доступны из контекста bpf полный перечень всех этих функций перечислен в седьмом разделе мана bpf helpers так закрываем man на bpf надеюсь он нам больше не пригодится а вот bpf helpers это список всех функций для текущей версии ядра которые можно использовать функции на самом деле достаточно много и вы можете делать разные полезные программы например вы можете что-то выводить на экран того логика который у вас выполняет трассировку первых программ пример вы можете выяснить процесс айди и какая-то программа которая у вас выполняет некоторый код ну хорошо давайте скомпилируем теперь и загрузим некоторую программу эта программа находится так выглядит следующим образом трейс сам фланг вот простенькая программа написано языке си ну что давайте попробуем сделать такой же трюк таргет bpf только скомпилировать получить объектный файл и вот это вот функция и тут получаем бабах скука ошибок самом деле здесь нам что не хватает с точки зрения языка компилятора языка си чтобы программа была корректно нам не хватает какие-то заголовочные файлы где их искать если подключить какие-то заголовочные файлы которых объявлены типа данных уж с 4 функции bpf трейс print кей что еще не хватает структ ptr x тогда казалось бы ну все хорошо все замечательно слинковать да вы мать не сможем хотя бы сможем скомпилировать где искать заголочный файл на самом деле ответ неочевидно можно взять исходники ядра и на дергать заголочный файл исходников хитро затем все это скомпилировать ну и получить какую-то программку хорошо станет немножко лучше вручную это можно сделать но жутко неудобно трудозатратно и одна из причин почему все-таки системный вызов bpf не имеет сишной оболочки потому что это не очень осмысленно никто вручную для bpf не пишет есть высоко уровневые фреймворки есть библиотека ли биппф для использования высокоуровневых образом все этого системного вызова есть еще более скоровный способ так апатикой search есть пакет под названием биппф компания коллекшн реализованный для языка питон и стран поэтому мы можем взять питон что-нибудь наклепать даже в терминале и загрузить нашу биппф программу скотов и итак давайте сделаем следующих функциональность у нас есть какая-то произвольная программа в которой выполняется какая-то произвольная функция может выполняться в произвольные моменты времени и наша задача отловить все ситуации когда мы вызываем какую-то произвольную функцию используя механизм кстати биппф так но сначала нужно как программа которая что делает программа 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 тоже тупая тривиальная выглядит следующим образом функция main которая сообщает свой пит чтобы могли к чему-то подключиться дальше на каждое нажатие клавиши вот просто вызывает некоторую функцию и эту ситуацию нам нужно уметь отлавливать программа совершенно дурацкая учебная в реальной жизни на самом деле вам может понадобиться поставить трассировку на уже работающий код для совершенно произвольной программы это что вам сейчас показывал качестве модельной ситуации самом деле можно применять на практике какая-то программа у нас скомпилирована исполняемый файл сам программ но и соответственно в этом сам программ таблицы символов можно найти какую-то функцию которая называется сам фанкшен находится в секции текстом ладно запустим наш программу сам программ вот она работает вот на каждое нажатие клавиши вот горитом сам фанкшен который вызывает из функции сам фанкшен программа уже работает я и не запускаю так ну и задача использовать инструменты бипев для этого понравится питом и так from бисиси си вот ссылочка а и визор до торг не знаю что за организация но на не запрещено поскольку не является экстремистской и так from бисиси си импорт что-нибудь тут достаточно только новыми бипев так дальше у меня есть некоторый файл который находится файл трейс трейс сам фанк вот некоторые программы написаны на языке си который нужно скомпилировать в код бипев и загрузить и желательно сделать это с минимальными тела движений окей мы просто берем этот текст программы как нам прочитать текст программы очень просто мы вызываем да сейчас я показываю некоторый код который на самом деле не является чистым кодом с точки зрения языка питон просто по той причине что я это набираю в терминале и хочу минимизировать количество нажатий на кого на кнопочки и так open естественно писать онлайном это очень плохо лучше конечно писать конструкции виз open с f там дальше какие-то блоки так trace сам фанк по цветам кстати видно что нибудь по идее должны так 3 сам фанк читаем тут же открыли файл прочитали и скормили все некоторым бипев так вот мы создали некоторую программу бипев которая успешно скомпилировать давайте смоделируем ситуацию когда программа у нас не скомпилируется потому что всякая жизнь не бывает пример вот у вас программа которая во первых она компилируется давайте сделаем что-нибудь противное например она не может компилироваться в этом случае получаем ошибку компиляции именно при попытке создать объект bpf из некоторого нелегального текста так что мы еще можем сделать мы можем программу сделать корректной с точки зрения синдексе языка си но содержащую некорректный код поскольку эта программа содержит бесконечный цикл она хотя бы скомпилировать но где-то на дальнейшем шаге ладно мы скомпилировать программу которая содержит цикл while true сейчас мы запихаем ядро давайте про что с этим сделать у нас есть некоторая программа которой мы хотим при прикрутить трассировку вызовов более то эта программа нас уже работает мы знаем ее процесса иди так бипеев у проб прикрепляем теперь код который мы загрузили ведро точнее тут отложенная загрузка ведро в этом фреймворке так отечки проб и нам нужно подключиться к некоторой функции чтобы знать некоторые функции нам нужно загрузить эту функцию из нам уже знать адрес этой функции чтобы знать адрес функции нам нужно посмотреть на объектный файл поэтому нам уже все-таки скормить этот файл так мы находимся где так рановато я начал что записать надо еще написать импорт оэс gcvd так имя программы соответственно это берем текущий каталог слышь сам программ так что нам нужно знать еще нам нужно знать название функции которые мы хотим подключиться я забыл название поэтому подсмотрю в исходном файле название функции было сам фанк окей точнее тут не важно что за программу это может быть произвольный символ так ну и теперь прикрепляем нашу загруженную программу используя функция тащи по так name это название программы чтобы выяснить адрес так символ это название функции так что еще нам нужно знать нам нужно знать процесса иди и у нас есть некоторая программа которая может содержать несколько функций в одном исходном тексте соответственно нужно еще указать какую именно функцию мы используем так вроде ничего не забыл так а вот здесь вот происходит как раз ошибка что на уровне ядра мы не можем загрузить программу и пиев здесь на питоне мы получаем ошибку инвалид аргумент прям но в точности что нам выдал стену вызов по error если более детально разбираться а что у нас произошло произошло у нас вот что глупи 7 минус 1 так делать нехорошо ну а давайте мы берем все таки вот эту как у оставим честную программу которая гарантированно завершается за фиксированное время чем нравится консольный питон вы можете стрелочками вверх-вниз только то а и поэтому не питон повторить все итерации заново а все мы теперь честно загрузили программу скомпилировали ее нативный код уже внутри ядра и подключили к событию под названием вызов какой-то функции по определенному адресу для процесса с указанным процеде ну окей давайте теперь смотреть что у нас происходит происходит нас перемешать и знает почему потому что у нас есть куча разных процессов как-то очень странно разрешать произвольному процессу вот так взять просто и подключиться к другому процессу посмотреть что он там вытворяет так делать нехорошо что для этого нужно чтобы иметь такую возможность нам нужны права бога в принципе можно навешать на питон куча разных capabilities но зачем произвольный интерпретатур питон кучек давайте один раз тут безопаснее как раз запустить что-то из-под рута так ладно повторяем всю эту итерацию импорт так загружаем программу так трейс трейс сам фланг так в пф файлу так приходит к тяжели повторять некоторые действиям сам программ символ сам фанг и фны трейс сам фанг и просто сайди самое последнее вот этот вот так подключили ну и смотрим что у нас происходит так ладно понял что наши программе вызов функции просили каждый раз к нажимаем кнопочку вот нажимаем и честно для произвольного процесса получаем вывод о том что у нас есть какая-то есть вызов какой-то функции в принципе вот это можно сделать и отладчиком гдб но чем от лоха плохо отладчик гдб он каждый раз посылает вас должен остановить программу должен послать сигналы разрешение на продолжить выполнение это работает нет бпф в отличие от отладчика работает прямо в ядре и генерирует какие-то новые события за которыми мы теперь можем наблюдать так что вообще можем делать вот я сейчас набирал загадочные слова по названию проб перед после слова touch у нас есть разные виды функции это функции которые реализованы в пространстве пользователя то есть выполняется в юзер лэнди процесса здесь можем наблюдать за событиями входа функцию за событиями завершение работы функции кстати для чего это может быть полезно например измерить время выполнения функции и то же самое можем сделать на уровне функции ядра в чем принципиальная разница функции ядра все-таки это более чувствительная штуковина и здесь мы для юзер лэн знаем текущий процесс они не функции ядра нам придется разбираться самостоятельно еще один юз кейс для чего нам может понадобиться как раз профилю трассировка входа функции выхода из функции это например запомнить время когда мы начали выполнять какую-то функцию и посмотреть на время когда мы закончили выполнять функцию для чего для чтобы вычесть из одного другое и тем самым узнать время выполнения функции для этого нам нужно где-то хранить промежуточные значения поскольку у нас события возникают в произвольный момент времени они должны быть самодостаточными то просто взять и завести куда глобальную переменную вас уже не получится у вас все-таки код должен быть самодостаточным если я попытаюсь или вы попытаетесь скомпилировать код который содержит обращение к статическим переменным то у вас этот код будет отвергнут на стадии загрузки он не будет валидно единственный способ использовать что-то для персистентного хранения это использовать механизм по названием bpf maps название на самом деле не очень удачно это обобщение для всех любых произвольных контейнеров это могут быть не только словари как словом и по соответствует в английском языке но также произвольные массивы произвольные таблицы просто но исторически называется словом как сделать замер времени работы какой-то функции следующий пример это уже две функции одна функция выполняется в начале выполнения другая в конце в начале выполнения мы берем текущее время выполнения и сохраняем в некоторых таблицу некоторые словарь используя в качестве ключа процесса иди при завершении работы функции мы берем текущее время вытаскиваем из словаря значение по ключу процесса иди вычисляем значение и тем самым мы знаем как долго выполнялась наши функции для этого нам требуется некоторая структура данных под названием bpf хэш которая хранит промежуточный результат так ну окей давайте сделаем теперь то же самое остановлю программу загрузим теперь код из этого файла так файл называется 3 скалами нет рисковыми колтайм делаем теперь два пробочка событий а то чью проб нам нужна функция которая выполняется в самом начале функция у нас называется старт трейсинг присоединили и еще нам нужна функция на конец трассировки так ну ладно теперь наблюдаем несколько нажатий клавиш и время работы каждой функции оно варьируется поскольку это астрономическое время и оно всегда может быть разным и зависит от кучи разных условий что еще можно полезного извлечь с помощью беркли пэкет фильтр точнее здесь еще одна есть тонкость внимательно давайте посмотрят на этот код код хороший потому что проверяет все возможные ошибки в начале момент времени когда мы заходим функцию мы в некоторых и штаб лицу добавляем значение с ключом протез идти в общем случае мы могли этого не делать что произойдет если я не буду делать проверку если у нас значение в словаре или нет казалось бы это какая-то должна быть ошибка выполнения в том случае если мы действительно не вызвали старт трейсинг если вызвали хорошо если не вызвали ну какой-то уб так вот на самом деле с точки зрения верификатора bpf программа для которой не будет существовать вот такого кода она будет некорректный то есть верификатор штука достаточно умная он видит что мы делаем обращение какому-то глобальному словарю возможно мы не получим корректный результат если вы не обрабатываете ошибки и верификатор это видит что вы не обработали случае отсутствия элемента то он скажет а я и так нельзя и откажется загружать некорректную программу в ядро операционной системы так ну и еще из полезных штук мы можем отлавливать разные системные вызовы вот это уже огонь штука системные вызовы для чего нам нужно может понадобиться отлавливать например на низком уровне ловить все то что реализовано даже не на уровне стандартной симбиотеки но в том числе с использованием сисколов программ написанных на ассемблере и так далее останавливают программу которая мне уже не нужно останавливают трассировщик который уже тоже не нужен так пример программы пример программы не нужен потому что у меня есть интерпретатор баш который просто работает и можно навесить трассировку на какую-нибудь функцию которую баш заведомо может выполнить например системный вызов экзек и так программа которая это делает система вызов экзек просто проверяет что если мы выполняемся из программ под званием баш тогда говорим что баш пытается сделать экзек если нет но сразу делаем ретурно никого не смущает такая конструкция для проверки совпадения строк сравниваем 0 символ 1 символ 2 3 как вы в реальной жизни поступили вы бы наверное писали там сравнение двух строк оператор 2 равно на c++ хорошо функция стр на 7 пи на языке си а почему да я не могу это я не могу это использовать потому что у нас нет стандартной библиотеки извините приколи поэтому приходится да немножко извращаться так здесь программу перезагрузить файл назывался файл назывался трейс искал так загружаем и подключаем к событиям ядра так что подключиться к событиям ядра тут есть одна хитрость именно событие то у нас это вызов какой-то функции ядра какая функция ядра отвечает за то чтобы вызвать системный вызов экзек если вы скажете что функция называется сис точнее подчеркиваю сис экзек в е возможно вы будете правы на архитектуре x86 но не на архитектуре arm поэтому здесь придется применить некоторую дополнительную магию get сис call of name так и прицепляем функцию которая называется этом файле 3s экзек в которая просто проверяет запущена она из баша если из баша то говорит что баш попытался сделать экзек если нет ничего не делать так окно он программ 3s экзек потому что я печатался название удачно подцепились давайте понаблюдаем за тем что происходит откуда я могу запустить новый процесс с помощью экзек ну например я могу допустить меняет командор ой 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 к глазам бьет синий цвет ужасный дефолт и тем не менее дам запуск меняет командора это уже системный вызов экзек как я могу выяснить а что за параметры системы вызова экзек эти уберет и синие просто у меня есть некоторый набор регистров соответственно есть указатель я могу вытащить вовсе не строку по указателю я не могу вытащить строку не используя специальных никаких функций потому что что такое системный вызов стены вызов это переключение процессор в режим ядра соответственно данные у вас где-то там остались пространстве пользователя их нужно предварительно скопировать куда-нибудь к себе на стек поближе в принципе можно сделать все что угодно и достучаться до любых параметров вашего системного вызова и в некоторых ситуациях вы можете захотеть не выполнять какой-то системный вызов при выполнении определенных условий например команда с хорошая команда хорошие безопасные команды rm вот команды rm если вам не нравится почему вам может не нравится команды rm или rm с некоторыми опциями наверно потому что рм минус рф слэш писать нехорошо вы хотите сделать свою систему более безопасной и запретить запуске таких команд в принципе неважно как вы запускаете из баша из программы на си или написаны программы на ассемблере неважно как вы хотите просто жестко запретить все подряд на этот случай открываем открываем наш бпф helpers там есть такая замечательная функция под названием бпф ари рай играет риторм f уверяет играет риторм которая немедленно завершает системный вызов с некоторым перри определенным кодом возврата классно фичи да как мы можем эту факт теперь использовать можем взять теперь и запретить выполнить системный вызов сразу вернуть код возврата 1 вместо 0 из системного вызова экзек хорошая идея почему опасно ну естественно по хорошим надо сделать там проверки что у вас команда такая то это будет много кодов и вот из-за таких особенностей в принципе это возможно наверное ладно давайте скомпилируем так елки а почему перемешиваем динают что случилось наверно где-то так так почему перемешиваем динают то елки потому что бэкап танк болтается так так трейс искал подчеркивание один который в случае если программа выполняется с тем вызов выполняется программы под названием баш выводит что баш попытался выполнить стены за фигзек и выполняется возврат с кодом возврата 1 вместо того чтобы реально выполнить код системный вызов просто мы фильтруем и все так ладно давайте загрузим эту нашу программку трейс искал план загрузилась подключаем получаем какую-то ошибку но ошибка то ладно мы можем посмотреть лог и вот в логе тут интересная фича написано программа скомпилировалась честно получили байт код bpf естественно программа смогли скомпилировать это означает что все таки мы не опечатались название функции и с ее сигнатуры но на стадии верификации получаем вот такую интересную ошибку к но он фон бпф вероит приторна означает что функция может либо присутствовать в вашей системе либо не присутствовать от чего это зависит это зависит на самом деле от вашего ядра операционной системы и даже не от версии от того как ваше ядро скомпилирован понятно что если мы будем разрешать любому процессу вот так произвольно вмешиваться вытворять все что угодно наверное есть какие-то юз кейсы когда это полезно но по умолчанию это наверное все таки не очень безопасно поэтому по умолчанию возможность модификации результатов систем новых вызовов у нас запрещено вообще механизм бпф по умолчанию работает со всеми данными только в режиме read on он не может подменить данные системных вызовов то есть значение регистров еще что-нибудь не он не может подменять код возврата и системных вызовов как это поправить самом деле поправить можно если внимательно почитать ман на эту функцию вот есть такой конфиг в ядре давайте его проверим конфигурация с которой собрано текущее ядро находится обычно файли слэш бут слэш конфиг и название версии через дефис текущие версии ядра если вы давно портите системы вас там может быть несколько ядер юный минус r позволит вам вернуть нужно ядро вот куча конфигов гре пм нужную нам строчку так и получаем что в нашем ядре действительно bpf отключен отключена возможность подменять результаты системных вызовов ну ладно заходим исходники ядра мэйк меню конфиг так экран слишком маленький конфига так ничего вам от не напоминает собирали ядро ручками ладно самовременно учиться мэйк меню конфиг дальше в долго упорно лазите по конфигу ядра на самом деле очень залипательная штука так нам нужен кернул хокинг наверно кернул хокинг а может не кернул хокинг где-то другом кернул дебагин инструмент короче можно порыться по менюшке еще можно найти нужный вам файл под названием кей конфиг после того как он был со нет некий конфиг так держим конфигурацию хранит точка конфиг и прописать нужные вам параметры прямо сюда прописать так это называлось как кто любит и редактор нам а как там поиск реализован в подсказке если к реплейс конечно верить а ух ты так ищем вот эту вот выпивки и пропаганут фаунд ну значит если она тупо вставим куда-нибудь вера где конфиг бипевки проб играет так вроде не опечатался всякий случай сделал копипасту так сохраняем выходим ну и дальше собираем ядро ладно этом пару можно закончить ядро будет собираться очень долго но у меня не с нуля но я уже начинал это делать но все равно это будет долго в общем давайте резюмируем столько и бпф для чего он нужен без прикольная штука если вы можете подсматривать произвольной функции произвольно подвеского процесса если вы можете подсматривать в произвольные функции на уровне ядра вы можете фильтровать какие-то пакеты что вы можете из этого сделать используя такой базовый инструментарий вы можете сказать все что угодно про любую программу дальше возможно в использовании досторонние инструменты обычный системный вызов киел петра из заниматься чем-то остальным вот я уже давал ссылку на гугловский репозиторий по названию nsgl если вы увлекаетесь безопасностью или прочими санбоксингами посмотрите прикольная штука вот он как раз использует в том числе и бпф чтобы мониторить что системе происходит но фильтрацию естественно уже другими способами так но и если вы видите какую-то картинку на экране значит лекция закончилась я не буду пояснить писать подпись что нарисовано и что нейроссетка взяла за основу ну да у нас законы такие что не все теперь можно писать ладно на этом все